Продолжение следует... 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 Добрый вечер, братья и сестры, дамы и господа, гости, все, кто пришел сегодня на это место, потому что Бог, Он везде. Бог везде, где призывают Его имя. Писание говорит, где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я среди них. Господь сегодня, Он здесь, Он слышит нас, Он видит нас. Слава Иисусу Христу, Господу нашему и Спасителю. Я хочу немножко рассказать о себе, коротко поделиться своим свидетельством. Мне сейчас 30 лет. Ровно 11 лет назад я пришел к Богу. 11 лет назад, когда мне было 18 лет, я не могу сказать, что я из какой-то там, допустим, семьи, ну, неуспешной там, или бедной семьи, или нормальная семья была, мама у меня педагог, отец работал в милиции, занимал руководящую должность. Ну, знаете, я разочаровался в жизни, моя жизнь была сплошной депрессией. Не было радости, не получал удовольствия ни в чем. Знаете, и как я пришел к Богу. Я просто... У меня была соседка, которая мне рассказала об Иисусе Христе. Вот в моем подъезде, где я жил, в доме, в котором я жил, была соседка, и она мне рассказала об Иисусе. Знаете, и что-то... Бог коснулся моего сердца, и я смирился пред Ним. Я осознал себя грешником. Знаете, к Богу нельзя прийти вот... Ну, вот просто прийти, знаете, и как бы... Как какое-то дополнение, да, вот... Мне хорошо, я хороший, ну, плюс еще Господь, и все будет еще лучше, да. То есть, чтобы прийти к Богу, нужно смириться, нужно покаяться, нужно осознать себя грешником. Нужно понять, что без Бога человек, он не может ничего. Без Бога человек... Все, что мы видим, это все временно, да. Все, что мы видим, это все временно. Все меняется. Ну, Бог, Он неизменный. Бог, Он вечный. Бог вчера и сегодня, и вовеки тот же. Бог, Он творит чудеса. Бог, Он творит все новое. И когда я пришел к Богу, вы знаете, Бог совершил чудо в моей семье. У меня мама, значит, она болелась, у нее было серьезное заболевание, неврастыния, также энцефалит у нее был, головного мозга. Врачи говорили, что до конца своей жизни она будет сидеть на таблетках, на лекарствах. Несколько раз она лечилась в психиатрической клинике, проходила лечение, и, ну, очень дорого, это тогда стоило, такое дорогостоящее лечение, ну, ничего не помогало. Вот. И, знаете, когда я пришел к Богу, я начал говорить своей маме об Иисусе, я начал делиться, да, что Господь сделал в моей жизни, как Господь, Он наполнил мою жизнь, как Господь, Он наполнил мое сердце радостью, миром. И я, знаете, я увидел смысл в жизни, да, Бог, Он дал мне новую жизнь, новую жизнь, прекрасную жизнь. И сразу, знаете, все, когда человек приходит к Богу, когда я пришел к Богу, сразу все, знаете, становится на свои места. Понимаешь вообще, что на самом деле ты живешь, ну, что в жизни есть смысл, да, ты понимаешь этот, ты понимаешь, что ты не просто так живешь на этой земле, что каждый человек, он живет для того, чтобы прославлять Бога, да. Да, и в этом есть счастье, и в этом есть настоящая радость. Делами своими, да, кто-то, может, бизнесом занимается, кто-то там врач, кто-то там где-то работает, да, но во всем и везде можно прославлять Бога и иметь радость в своей жизни, быть счастливым, быть наполненным. И когда я пришел к Богу, когда я начал молиться за свою маму, Бог исцелил ее, полностью ее исцелил. И 11 лет она полностью свободна и от энцефалита, и от депрессии. Она 11 лет не принимает никаких таблеток, никаких лекарств. Бог, Он творит чудеса, знаете. Слава Иисусу Христу! Он живой. И я хочу зачитать одно место из Писания. Это Евангелие от Матфея, 11 глава, 28 стих. Иисус говорит, «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Только, знаете, только Господь Иисус, Он может по-настоящему успокоить. Если вы сегодня устали, да, если есть такие люди, которые сегодня устали, которые сегодня не видят выхода из каких-то обстоятельств сложных, да, то в Нем, в Иисусе Христе, есть выход. Он может успокоить, Он может помочь, Он может утешить, Он может решить любую ситуацию, любую проблему в вашей жизни. В 29 стихе написано, «Возьмите Иго мою на себя, и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Господь может успокоить души ваши, Господь может наполнить ваши сердца миром, дать вам настоящую жизнь, настоящую жизнь, жизнь, которая наполнена радостью. «Ибо Иго моё благо, и бремя моё легко». То, что предлагает Бог, это гораздо лучше всего, что кто-либо, да, я или какой-либо человек имеет в своей жизни. То, что предлагает Бог, это есть вечная жизнь, это есть избыток, да, это есть счастье, это есть прекрасная судьба. И, слава Богу, сегодня такой прекрасный вечер, да, когда мы все здесь вот смогли здесь собраться. Знаете, Иисус, Он сегодня здесь, на этом месте. И мой дорогой друг, если ты сегодня пришёл на это место, если ты ещё не знаешь Иисуса Христа, если ты пришёл сюда с какими-то проблемами, с какими-то трудностями, то Господь, Он может сегодня сделать для тебя чудо, на этом месте, да, открой своё сердце для Бога. И Он сейчас здесь, Он войдёт в твоё сердце. Пригласи, чтобы Он стал твоим Господом и твоим Спасителем, и Он изменит твою жизнь, Он воскресит твою жизнь, да. Если твоя, может, жизнь была поломана, Он её сделает заново, Он даст тебе новую жизнь, лучшую жизнь. Слава Богу, слава Иисусу Христу, нашему Господу и Спасителю. И я сейчас хочу призвать к пожитлованиям, да, это такое служение, хорошее служение, потому что за всё на этой земле, да, это физический мир, и за всё здесь платят, за серебром и золотом. Дело Божье, оно также, оно также требует определённых затрат. Дело Божье, для того, чтобы делать волю, осуществлять здесь волю Божью на земле, необходимы финансы. И народ Божий, если твое сердце сегодня расположено к даянию, да, а мы знаем, что тот, кто даёт, тот и получает, да, для того, чтобы давать, есть закон сияния и жатвы, духовный закон, и его никак обойти невозможно. Если сегодня не хватает любви, нужно отдавать любовь, да, если не хватает финансов, нужно сеять свои финансы, отдавать свои финансы, помогать, поддерживать, да, слабых, помогать нищим, да, давать на дело служение, для того, чтобы царство Божье, оно распространялось. И поэтому, если сегодня твое сердце, оно расположено, а именно такое сердце, оно угодно Господу, когда оно расположено, да, когда не по принуждению, в Писании написано, когда мы даём не по принуждению, вот таких вот даятелей, доброходно дающих, любит Господь, и сейчас будет сбор пожертвований, давайте откроем свои сердца, и давайте помолимся, да, возьмём то, что дал нам Господь сегодня, и принесём в жертву Богу свои финансы, да, слава тебе, Иисус, слава тебе, дорогой Отец Небесный, дорогой Отец, мы благодарим тебя за это время, мы благодарим тебя за этот вечер, Бог наш, мы благодарим тебя за жизнь, которую ты дал нам, Господь, за здоровье, которое ты дал нам, Господь, мы благодарим тебя за силу, которую ты дал нам, чтобы мы трудились, Господь, чтобы мы зарабатывали, Боже, чтобы у нас было обеспечение, Отец, мы благодарим тебя, Господь, ты наш Бог, Мы исповедуем Тебя своим Богом, мы исповедуем Тебя своим Спасителем, мы исповедуем Тебя, Господь, своим Обеспечителем, и мы доверяем Тебе свои финансы, Господь. Мы сеем, Господь, в Твое Царствие, мы сеем в дело Твое, Господь. Прими эти финансы, прими это семя веры, Господь, и благослови, и умножь, Господь. И да не скудеет рука дающая. И я молюсь, Господь, за каждого человека, кто сегодня сеет Твое Царство. И я прошу Тебя, Боже, чтобы Ты восполнил всякую нужду по Своему богатству в славе с Христом Иисусом. А Тебе, нашему всемогущему Богу, единому нашему, великому, премудрому, Отцу и Сыну и Святому Духу, вся слава во веки веков. Аминь. Аллилуйя, давайте прославим Бога, потому что Он достоин, Он один, кто достоин славы. Аминь. Слава Богу. Слава Иисусу Христу, нашему Господу, Богу Спасителю. Дорогие друзья, давайте мы сейчас помолимся еще раз. И вчера, сегодня сеяли люди. И знаете, как правильно было сказано, в Библии говорится, что за все отвечает серебро. И действительно, деньги – это часть нашей жизни, немаловажная часть нашей жизни, а очень важная часть жизни нашей. Главное, и деньги – это очень важно в жизни любого человека. Без денег жизни нет сегодня у нас, мы знаем, да. И каждый из нас, он любит деньги, но главное, чтобы эта любовь, она была не такой большой, как любовь к Богу и к окружающим нас людям. Аминь. Аминь. Потому что, если мы любим деньги больше всего, то это очень большое несчастье, это очень большое горе. Мы знаем, что людей убивают за деньги, люди убивают, грабят, люди идут на ложь ради денег. В этом мире много зла совершается, порой и в церквях много зла совершается на этой почве. Но, почему? Потому что сердце человеческое, оно испорчено на самом деле, сердце человека. Но, есть Господь Святой, который нас освобождает от вот этого зла, сребролюбия. И знаете ли, профилактикой вот сребролюбия, что является верность в десятинах и в пожертвованиях наших. Аминь. Это есть очень хорошая профилактика этого заболевания. И еще написано, что любостяжатель, любостяжатель, это есть то же самое, что идолопоклонник, идолослужитель. И, то есть, идолослужитель, это не только тот, кто поклоняется изображением. Допустим, вот человек целует икону, допустим, да, перед крестом становится на колени и целует крест. Это хрестоматийное идолопоклонство. Но человек, может быть, и иконе не поклоняется, ни кресту, ничему, но он, допустим, живет материальной выгодой. Из всего пытается извлечь материальную выгоду. И в глазах Богу он такой же идолопоклонник, как и первый. И поэтому всем нужно нам держать ухо востро. Каждому из нас. Слава Иисусу. И давайте мы помолимся. И вчера были жертвы, сегодня были жертвы. Помолимся и благословим Бога. Давайте встанем, друзья. Отец наш, Бог и Царь, благодарим Тебя за эту возможность, Господь, сеять в Царство Твое. Боже, во имя Иисуса Христа и то, что было посеяно, Господь, в Царство Твое вчера, то, что было посеяно сегодня, эти финансы, благослови, Господь, Боже, и, Господь, мы их посвящаем Тебе, Господь, Боже, на дело распространения Евангелия, Слово Твое, Господь, во имя Иисуса Христа. И пусть Церковь Твоя и здесь, в Соленом, Господь, Боже, и в других городах, селах по всей Украине будет, Господь, материально обеспечено, Боже, для совершения служения, Господь, Тебе на этой земле, во имя Иисуса Христа. Господь, и избавь от церебролюбия, от любостяжания, Господь, души наши, Боже, во имя Иисуса Христа. Боже, пусть наша любовь к Тебе, Господь, будет самой великой любовью, Господь. Боже, и любовь к ближним нашим, во имя Иисуса Христа. Аминь. И давайте провозгласим символ веры, исповедание веры. Скажем так все вместе. Я верую во единого Бога Отца, всемогущего, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого, и в единого Господа, Иисуса Христа, Сына Божьего, Единородного, от Отца Рожденного, прежде всякого времени, как свет происходит от света, Бога Истинного от Бога Истинного, Рожденного, а не Сотворенного, Единосущного Отцу, через Которого все сотворено, нас ради людей и ради нашего спасения, сошедшего с небес и воплотившегося от Духа Святого и Дева Марии, и ставшего человеком, распятого за нас, при Понтии Пилате, и страдавшего, и погребенного, и воскресшего в третий день, как было предсказано в Писании, и вознесшегося на небеса, и сидящего на почетном месте у Отца Своего, и вновь грядущего во славе Своей, чтобы судить живых и мертвых, и Его Царству нет и не будет конца, и в Духа Святого, Господа Истинного, Животворящего, от Отца пришедшего, с Отцом и Сыном, мы Ему равно поклоняемся, и прославляем Его, и Он говорил нам через пророков, во единую, святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую единокрещение, восставление грехов, ожидаю воскресения мертвых, и жизни будущего века. Аминь! Аплодисменты Отцу, Сыну и Святому Духу Богу нашему, Царю царей, Богу богов, Господу господствующих. Христос воскрес! Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробах жизнь даровав. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробах жизнь даровав. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробах жизнь даровав. Христос воскрес! Аплодисменты воскресшему и живому Спасителю Господу Богу нашему, Иисусу Христу! Аминь! Слава Иисусу! Пожалуйста, представьтесь, возлюбленные братья и сестры, дорогие друзья, дамы и господа, всех вас приветствую именем Иисуса Христа, нашего Спасителя. Слава Богу! Сегодня второй вечер, и Господь дал возможность мне быть сегодня здесь снова в Соленом и проповедовать Слово Господне. Я молюсь в эти дни о том, чтобы в Днепропетровской области Бог поднял множество священнослужителей, православных священнослужителей, протестантских, евангельских священнослужителей, чтобы нести Божье Слово по всей этой земле, по всей области и дальше, по всей Украине. Слава Иисусу! И дальше, куда Бог призовет нас трудиться. Пусть Господь благоставит среди собравшихся тех, кто ищет сейчас воли Божьей, тех, кто думает и просит пред Богом, Господь, укажи мне путь, по которому идти, открой мне судьбу мою, открой мне то место, где я буду счастлив на самом деле, в Твоем призвании, свое призвание открой мне, яви мне. Так вот, и пусть Господь проговорит судьбу вашу, пусть Господь скажет вам, где ваше место, в чем ваше служение. Бог да призовет. И еще, тех, кто в Соленом сейчас верующие, здесь не все верующие Соленого собрались, я убежден, есть еще христиане в этом городе и, наверное, много разных верующих с разной церкви, православные, протестанты, католики, ну, я не знаю, католиков, наверное, нет в Соленом, в Днепре они только есть, значит, но здесь в основном православные протестанты в Соленом. Так вот, еще есть другие христиане, по-разному верующие, по-разному понимающие, но любящий одного Господа, Иисуса Христа, Спасителя нашего. И пусть Господь призовет среди верующих в этого города к деланию, к великому труду, множество душ. Слава Иисусу! Друзья, после Соленого я лечу в Прагу, в Чехию, и, знаете ли, там будет конференция, там будет служение. И Чехия это земля, где за еще 200 лет до Лютера, за 100 лет до реформации начала, Бог приготовлял, знаете ли, как бы предтечь реформации. Бог приготовлял как раз именно тех, кто шел впереди еще реформации, еще до реформации. Яна Гуса, наверное, многие из вас знают, да, слышали о нем, читали о нем. Ян Гус, великий чешский реформатор. О нем многие знают, как о проповеднике, как о том, кто нес Евангелие многим чехам, Слово Божье. Там, в Праге, в церкви Святого Рождества, где он проповедовал Евангелие. Но мало кто из вас, наверное, знает, что Ян Гус, он пришел в церковь, стал священником не потому, что он хотел, вот, ну, служить Богу. Он был религиозным, но, как бы, не больше, чем его многие сверстники в то время. В принципе, он писал в своих воспоминаниях, что он пришел в церковь, чтобы стать священником. Он захотел стать священником, учиться в семинарии, просто чтобы не работать физически. Тяжелее кадилы, ничего не поднимешь. Чтобы иметь деньги, как бы, почет, авторитет, чтобы люди перед ним шапки ломали, как бы, и, как бы, чтобы, ну, как бы, он... Ну, это было его, как бы, мечтой. Физически он работать не любил, как бы, не хотел, как и многие другие его сверстники. Хотел, как бы, сильно не, как бы, утруждаться, утруждаясь, зарабатывать просто деньги. И иметь почет. В принципе, его мечта сбылась. Он толковый был человек, смекалистый. Он, как бы, знаний на лету хватал, закончил семинарию. И, как и многие другие его современники, его сверстники, он в семинарии вел такую двойную жизнь, или тройную, можно сказать, жизнь. То есть, как бы, религиозно он исполнял все, как положено. И, в принципе, был не хуже и не лучше многих его, там, однокашников, будем договорить. И потом других священников чешских. И он вел жизнь, как бы, такую, ну, обычного грешника, невозрожденного человека, но уже в рясе, в сутане, уже, знаете ли, человека, который стал священником католической церкви и нес служение в Праге. Как бы, и ему, как толковому, молодому, перспективному священнику, дали место в самой Праге. Потому что видели в нем, как бы, задатки такие, лидерские такие, как бы, и, в общем-то, человек был, хорошо закончил семинарию. Хорошо подавал надежды определенные. Но знаете ли, что с ним произошло? Из человека, который пришел в церковь и стал священником, чтобы зарабатывать и, как бы, и, как сказать, ну, безбедно, устраивать свою материальную жизнь, будем договорить, да? Он стал реформатором. Он стал реформатором и закончил свою жизнь вообще вот именно на костре. Его сожгли в Кастанце за веру, за Евангелие, за Иисуса Христа. Он не отрекся от Иисуса. Знаете ли, что с ним произошло? Как человек, вот, именно, вот, трансформировался, да? От человека, как бы, любителя материальной выгоды в человека глубокой евангельской веры, библейской веры. Вот, как это с ним произошло? Знаете ли, это произошло с ним постепенно. Он подолгу своей службы, да, он провел службу, он читал из слова Божьего на латинском языке что-то читал, но что-то касалось его сердца. И он стал изучать это слово. Он стал изучать Библию, он стал внимательно изучать то, что Бог говорит. И по мере изучения слова Божьего он пережил встречу с автором этой книги. Каким образом? Не, вот, казалось бы так, не гром и молнии были, но было глубокое понимание, что Бог таки есть, и Бог существует, Бог автор всего, и Он есть судья. И Иисус Христос, праведник, который пролил свою кровь за нас. То есть у него эти истины, они не просто стали семинарскими истинами, знаете ли, которые он изучал где-то, но жизнью. И он покаялся уже неформально, уже не религиозно, не традиционно, покаялся по-настоящему перед Богом. И эта перемена большая была в нем, конечно, слава Богу. Тогда многие чешские ребята, они после семинария в Праге, они учились в Линкольншире, в Англии учились, и сама королева чешская вторая была, она с Англии была. И, в общем-то, это были такие близкие родственные союзы королевских семей. И многие простые чешские ребята, они уезжали туда в Англию учиться, и потом приезжали из Англии с новыми идеями. Потому что там тогда в Англии был великий проповедник английский, сын английского народа, принесший слово Божье тогда. И Библия была переведена на английский язык тогда. И что произошло? Люди, многие, приезжая с Англии, они приносили эти новые идеи. И Янгус, он постепенно, постепенно, вот этими идеями Виклифа, Джона Виклифа, он проникся и стал реформатором. То есть он выступал за то, чтобы церковь, она вернулась вот к той чистоте. От, знаете ли, он в своей жизни пережил кое-что, да, от человека обычного в своем кругу, от человека, пришедшего в церковь лишь для материального обеспечения своего, к глубокой евангельской вере, библейской вере. И он понимал, что церкви надо вот пройти таким путем реформации, реформы. Само слово реформация не звучало тогда, но он понял, что проблема в чем, что церковь осуетилась в умствованиях своих, омрачились сердца людские мамоной, сребролюбием, омрачилась церковь множеством лжеучений. Знаете ли, забыли, кто такой Иисус Христос и что Он для нас делал. И он в Праге, в церкви Рождества, как раз там тоже будет молитва у нас, как раз вот 17-18 мая, и, значит, так вот, в церкви Рождества он начал пробовать простые истины. Реформация это не выдумывание чего-то нового, знаете ли, это возвращение хорошо забытого старого. Реформация. То есть это восстановление того, что изначально было, просто оказалось растерянным, затерянным. Знаете ли, и Он проповедовал простые истины, что ни Матерь Господа Иисуса Христа, ни Его друзья-апостолы, ни мученики, ни преподобные, ни пророки, ни кто-то из Старого или Нового Заветов, никто, ни абсолютно, но только лишь один Иисус Христос по-прежнему является посредником, первосвященником, ходатаем Нового Завета. Это простая истина, она очень сильно всколыхнула очень многих чешских этих, ну, и мужчин, и женщин, в основном молодежь чешская, те, что были в Праге, в этой церкви, они приходили, и даже королева приходила послушать эти проповеди. Люди удивлялись. Если другие костелы были полупустыми, то там негде было яблоко упасть, потому служения проходили уже не просто в костеле, а уже за периметром костела, уже на улице, потому что народу много собиралось, и со всей Чехии, и не только с Праги. И что потом произошло? Его вызвали на суд в то время в Констанце. Констанце, это, если вот карту Германии, представляете, самый юг Германии, вот туда пальцем, вот это город Констанц, такой маленький аппендикс такой на юг, это вот город Констанц там находится, и там, кстати, проходил собор тогда, то есть конференция, пастерская, проще говоря, конференция большая, тогда решалась судьба, кто же будет папой римским, потому что была неразбериха, честно говоря, потому что одного папу избрали, потом избрали другого, потом третьего, и все три папы, они говорили, мы папой, как бы мы не хотим, как бы портфель, как бы никому передавать, и собор собрался, и у каждого папы были, ну, как бы, как патриарха по-нашему, да, были свои сторонники, поэтому, как бы, была неразбериха, кто главный, было непонятно, поэтому собрали всех этих пап, собрали все эти кардиналы, епископы, заседали, в конце концов, никого из них не избрали, избрали четвертого папу вообще, но это уже забегая вперед, так вот, и на этом соборе, среди прочих идей, значит, как бы, как бы говорилось, о некоторых обновлениях церкви, и о необходимости перемен, и их было очень немного сторонников этих перемен, но пригласили на эту конференцию Яна Гуса. Конечно, пахло костром, потому что в то время людей, которые думали своей головой, чаще всего отправляли на костер инквизиции. Если, допустим, ты задавал много вопросов в церкви, то батюшка обычно, он сообщал там, куда надо, компетентным товарищам из доминиканского ордена инквизиции, и тобой занимались, как бы, и, в общем-то, это было вот в то время, к сожалению, вот таким кровавым фоном жизни тогда Европы. А почему инквизиция царила? Потому что люди забыли вообще, по сути, о заповеди Божьих, о Слове Господнем. Люди жили вот как вот, как одна такая большая, какая-то религиозная, мафиозная такая коррумпированная структура большая. И вот, и Янгус, его вызвали, по сути, на суд, вызвали на суд и заставляли его отречься. Несколько месяцев его ломали в подвалах монастыря под пытками, в камере в одиночной, издевались над ним монахи и вынуждали его отречься, заставляли его отречься от его учений. Но он сказал, на суде последнего выступления было такое, да, он был не один, с ним был товарищ, и Иероним тоже из Праги, тоже человек, ну, они вместе учились, вместе работали, служили, значит, но Иероним отрекся, он испугался, когда сказали, ты что, дурак, смотри, костер будет, тебя сожгут, и он отказался, отрекся, как бы, ну, он говорил так, что отрекся, как бы, с фигой в кармане, как бы, но все-таки, как бы, все равно отрекся. И Ян остался один вообще. И ему говорили, вот, и Иероним отрекся, а ты что, тоже отрекайся давай, и езжай к себе в Прагу живым целым, невредимым, иначе, вот, костер впереди. Но Ян сказал следующее, Ян Гус сказал так, что если мое учение, о котором вы говорите, нужно отречься, если оно противоречит тому, что Бог говорит в Библии, то да, я отрекусь, с удовольствием отрекусь, да, но если это учение, оно не может быть, как бы, против Писания, и оно не противоречит Писанию, то я боюсь Бога. И он сказал такие слова, что справедливо ли перед Богом, вас слушаться больше, чем Бога. Они говорили, что ты церковь не слушаешь, ты лидеров не слушаешь. Он говорит, справедливо ли перед Богом вас, людей слушаться больше, чем самого Бога. Его сожгли на костре там в Констанце. Кстати, Иероним, потом приехав в Прагу, он раскаялся, и через год его тоже сожгли на костре, значит, там же на соборе, собор еще продолжался, очень долго заседали там братья эти, значит, и он вернулся Иероним, чтобы раскаяться в своем раскаянии, и, в общем-то, на суде его приговорили тоже к смерти, сожгли. Ну вот, почему я про Яна Гусса так рассказал, знаете ли, чего греха таить, не только тогда, вот, в 15-м столетии, допустим, да, значит, но и сегодня. Очень многие в церковь приходят устраивать свои материальные просто дела. Вот, значит, и порой меня это очень напрягало раньше, особенно. Порой меня это очень сильно, как бы, ну, как-то, скажу, разочаровывало. Порой меня это очень сильно, как бы, так вот, даже где-то удручало. Начиная еще с 88-го года, когда я начал учиться в семинарии в Загорске, тогдашнем, нынешнем Сергием Посаде, ну, не то, что я старался не судить никого, но, как бы, там, понимаете ли, как выяснилось, не так много ребят, моих сверстников, тогда училась на очном и на заочном отделении, много училась ребят, значит, но не так много из них, значит, хотели служить Богу по-настоящему. Чаще всего они были, вот, как тот Ян Гусс, значит, знаете ли, ну, или в лучшем случае, потому что они пришли, потому что их отцы были священниками, допустим, в лучшем случае, а в худшем они просто пришли конкретно устраивать свою материальную жизнь, как бы, зарабатывать деньги, как бы, вот, и, понимаете ли, ну, как раньше говорили, как в Союзе, да, не хочешь работать, иди в милицию, как бы, да, вот, был еще другой вариант, иди в семинарию, значит, вот, и, понятное дело, не все такие были, конечно, далеко не все, и были и те ребята, которые братья знал, которые пришли служить Богу, хотели служить Богу, вот, и, знаете ли, и, конечно, с другой стороны, я потом уже поразмышлял, так думаю, надо же, если Бог Яна Гусса мог переубедить, Он может многих очень переубедить, и у нас недавно, ну, как недавно, уже давно уже, в прошлом году, значит, в прошлом году, значит, на предсоборном совещании, была конференция у нас такая, в Киеве, значит, готовились мы к собору, и, значит, собачка что-то волнуется, охраняет нас, значит, и присоединился к нам один из братьев наших, тоже священник, тоже священник бывший традиционной православной церкви в Румынии, румынский, Богдан Ионеско, кто, если интересуется, у кого, если там, может, есть друзья, там, в Румынии, где, то можете порекомендовать, значит, отец Богдан, он был архимандритом одного из монастырей, там, в Румынии, был традиционным румынским священником, но потом покаялся через баптистов румынских, через евангельских верующих, пришел к живому Богу, к живой вере, к живому Богу, он тоже молился, и Богородица молился, кому он только не молился, и, знаете ли, у него есть хорошее свидетельство, к сожалению, он на русском не говорит, ну, очень плохо, чуть-чуть учится только, но, значит, очень интересное свидетельство у него есть, мы сделали перевод на русский язык, значит, в сети оно есть уже на Ютубе, там выставили тоже, Богдан Ионеско, можно набрать, значит, священник, и вот он тоже, как и Янгус, он рассказывал о своей судьбе, он пришел в церковь просто зарабатывать, и неплохо у него получалось, и, знаете ли, почему я об этом сейчас говорю, что для Бога нет ничего невозможного, вчера, кто был вчера, я рассказывал, помните, да, что я слышал голос Бога, я слышал голос явно, громко, который говорил, что вот так будет и с церковью, что, как мальчик, я вчера рассказывал, Бог воскресил на моих глазах, и потом, не на моих глазах, но на глазах уже там врачей, пока везли его в местную больницу, он был полностью исцелен, и, знаете ли, вот на примере того скажу, что Господь, Он милостив, Он может исцелять очень быстро, Он может воскресить церковь, и, знаете ли, что Ему стоит прийти сегодня, допустим, ночью сегодня, в судьбу многих, там, тысяч даже священников вообще, слава Богу, Он знает пути, мы должны молиться и благоставлять, а Бог знает, что делать дальше, слава Иисусу, и я надеюсь, что и местные тоже, значит, священники православной, значит, Днепропетровской области, значит, и самого Днепропетровска, многие покорятся вере, как написано в 6 главе Деяния апостолов, и многие священников покорились вере, и, конечно, проблема-то не только для православной церкви, это проблема такая человеческая в целом, но протестантские церкви, многие у нас выглядят получше, почему? Потому что все-таки Слово Божье проповедуется, знаете ли, и все-таки, как-никак, но об Иисусе Христе говорится, и сердце человеческого это касается, и Евангелие, слава Богу. В православии традиционном, к сожалению, очень сложно возродиться в человеческой душе, потому что об Иисусе Христе фактически ничего не говорится. Это большая проблема, это большой горье наше. И хочется, чтобы о Христе говорилось в каждом храме. У меня мечта, я вчера, помните, говорил, да, о Марте Лютере Кинге, у него мечта была, но он не жил просто с этой мечтой сам по себе, нет, он действовал, чтобы мечта эта осуществилась. И что получилось, мечта постепенно стала осуществляться, потому что человек работал над этой мечтой, он трудился. И я тоже работал над этой мечтой своей, чтобы она осуществилась. Молюсь и тружусь, проповедую Евангелие. И, друзья мои, какая мечта, чтобы в тысячах храмов по всей Руси Матушке, чтобы звучало Слово Божье. Чтобы священники, людям, которые приходят в храмы, а ведь люди-то и ищут Бога, по большому счету, чтобы люди, приходя в храмы, они слышали правду. Чтобы людям, приходящим в храм, священники указывали не на Матерь Божью, не на, допустим, нам, святых и других умерших, не на ангелов, а на Иисуса Христа. Потому что ни в ком он ум нет спасения, потому что нет другого имени под небом, данного нам людям, которым належало бы нам спастись. Помните заповеди Божьи, да? Господь первым что сказал? Я, Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов при лицом моим. То есть Господь изначально показал, что только лишь Он Бог, только лишь Ему молимся мы, и Его лишь прославляем, и Ему поклоняемся. Слава Иисусу! Да, друзья. А почему еще? Слава Богу! Потому что тогда человек молится многим очень разным, как бы, да, значит, посредникам, как бы, к Богу, наивно полагая, что вот, как бы, эти посредники, они за Него там попросят, как бы, они будут посредниками к Богу, между Ним, как бы, человеком и Богом. Вот это обман, большой обман. И такой человек, он находится в большом заблуждении. На самом-то деле, лишь один есть посредник Богу. Это Иисус Христос. И Иисус Христос. И Он первосвященник. Знаете, когда в 96-м году до меня это дошло, через Божье Слово, через Библию, просто, ну, мое христианство сильно очень изменилось. Очень сильно поменялось. И, конечно, это был момент кризиса такой в моей жизни в 96-м году. Потому что, я, как уже сказал выше, что я пришел в церковь не зарабатывать деньги, а служить Богу. Но понимал, что служить дальше Богу невозможно мне. Потому что, к сожалению, система очень и коррумпирована, и вообще, как бы, я просто одно хотел, и жена меня в этом плане поддерживала немного, так вот тоже, как бы, на моей стороне была в этом плане, чтобы мне отойти от служения просто. Отойти от служения, снять сан, значит, и больше не служить священником. Потому что за эти годы, что я служил священником, с 91-го по 96-й год, как бы, ну, честно говоря, немного разочаровался тогда я, даже много разочаровался в традиционном служении. Потому что я служил в литургию, мне это нравилось, но, знаете ли, это не давало мне вот внутри такого успокоения. Кто меня успокоил? Только лишь Иисус Христос. Только лишь Иисус Христос. Когда, знаете ли, в 96-м году через Божье Слово до меня дошло, что я-то и молюсь неправильно, и верю неправильно, а ведь нужно верить, что один лишь посредник, и молиться только лишь Богу, никому другому. Все, знаете, как будто гора с плечи спала. Стало все так ясно и понятно. Понятно стало, кто за меня умер, понятно стало, благодаря кому я спасен, стало понятно, кто мой фундамент веры, кто основание, кто глава. Знаете ли, все стало понятно и ясно, как Божий день. И потом мне стало даже непонятно, как же, вернее, даже странно, как раньше я не мог понять этого. Почему я раньше, вот как бы, не мог до конца, как бы, этого осознать, что ли. Вот, и сегодня мне, на самом деле, это немного даже странно. Но мечта у меня, чтобы вот эту неправильную свою веру оставили тысячи священников. А почему? Потому что, если священники слепы, да, и они ведут за собой слепых, они куда могут попасть? В яму. Но если прозревшие, те, кто знают, куда идти, знают, в кого веровали, знают, куда вести за собой людей, и люди прозревшие будут, и они будут идти не в яму, а в Царство Божье. Слава Иисусу! Знаете, друзья мои, ведь самое главное, в любой храм, в любую церковь христианскую, да, вообще, по большому счету, в любой храм, вообще, по большому счету, в мир и всего, приходит человек, любой гражданин, любой национальности, для чего? Для спасения. Любой человек ищет Бога, по большому счету. Так вот, и в христианский храм, в христианскую церковь, любой человек приходит тоже в поисках спасения, в поисках Бога. И каково, как тяжело понимать, что вместо хлеба ему предлагается чаще всего камень, а вместо рыбы, змея, то есть вместо пищи придается ему обман, подается ему просто обман, человеческий и демонический. И, друзья мои, сами служители здесь обмануты. Не спешите судить вот этих священников, понимаете ли, потому что слепы чаще всего люди эти, просто слепы. И я прошу вас обмолиться. За меня тоже молились, евангельские, многие христиане молились тоже, потому что я порой, ну, обижал евангельских верующих в то время, будучи традиционным священником. Как молодой священник, я иногда, допустим, где-то соприкасался с кем-то из христиан евангельских, и я считал, что у вас своя вера, у нас своя вера, у вас свой Бог, у нас свой Бог. Знаете ли, и как бы не воспринимал. И когда одна женщина пыталась мне что-то объяснить, и она говорила, что, знаете, вот как бы вот все-таки Бог меня исцелил, значит, вы говорите секта, а меня Бог там исцелил, вот я и грешница такой была, а теперь, значит, не грешу, и, значит, верю в Бога, значит, как бы, как это может быть секта? то я, значит, сказал ей так, что это вас дьявол исцелил, говорю, вот, а почему? Ну, как говорится, покачено, просто, просто потому, что, как бы, не у нас, а раз не у нас, значит, не от Бога, вот, как бы, и, знаете ли, но все равно внутри, что-то у меня шевелилось, вот свидетельство, оно касалось меня, и что меня еще напрягало всегда, что подавляющее большинство священников, кого я знал, на вопрос, к примеру, как спастись, в чем путь спасения, они не знали, что ответить вообще, и спроси многих из этих священников, ты сам спасен или нет, многие из них, они не знали, что ответить даже, я помню, как в Адмуртии, уже будучи реформатором, уже будучи обновленцем, я имел встречу с одним священником, это было, ну, прилюдно, это было в таком диспуте импровизированном, он как местный священник традиционный, я как реформатор, и он говорил много, а я вопрос задал, знаете, какой ему вопрос, я спросил, вот батюшка, пожалуйста, скажите, вы сами спасены или нет, возрождены вы или нет, если сегодня ваш последний день и час, знаете ли, куда вы пойдете, в рай или в Ад, а это ведь очень важный вопрос, и знаете, что произошло, этот священник на глазах у всех этих людей, какие были там, а там были в основном его прихожане, он сказал следующее, он сказал, нет, не спасен, и скорее всего пойду в Ад, люди, да, он честно сказал, но знаете ли, он как бы, как вот говорят сейчас, стал догонять, что не то, что это сказал, он сказал, но как бы он понял, что его слово, вырвавшееся, да, оно какое-то, ну, он услышал самого себя, это хорошо, слава Богу, одна из задач реформации, это заставить человека думать своей головой, осознать личную ответственность перед Богом, это очень важно, и друзья, и он сказал это, и люди задумались, и там его паства была, они задумались, и я дальше сказал следующее, что если вы как священник, сказали только что, что вы не возрождены, и скорее всего пойдете в Ад, то куда вы можете повести за собой людей, потому что большинство здесь присутствующих, они вам доверяют как пастору своему, как священнику, на этот вопрос он ничегошеньки не ответил, он перевел разговор, спохватился, как бы перевел разговор в другое русло, совсем, какое-то политическое там русло, непонятно, и все, вопрос, казалось бы, значит, не поднимался больше, но вопрос завис в воздухе, потому что когда стали люди расходиться, многие тамошние, это в Адмуртии, город Пугачева, они подходили ко мне, эти люди, и благодарили, и говорили спасибо, что вы там все объяснили, как бы, и что приехали, и священник, он ушел, как бы, но он ушел, как бы, так виду не показал, что он, как бы, о чем-то задумался, но было понятно, что его что-то зацепило, и потом, через несколько месяцев, когда братья звонили, с Адмуртия мне в Киев, то, значит, ну, о том о всем, и я спросил, между прочим, говорю, а как тут батюшка поживает, а этот батюшка, он раньше, Ивангельских верующих, там, недолюбливал, как бы, и, ну, третировал, будем договорить, значит, так, что настолько дошло далеко, что даже люди добрые его обходили стороной уже, на другой конец улицы переходили, на тротуар, потому что, как бы, он, ну, скандалил, там, как бы, ругался, вот, и, как бы, даже местные православные жаловались на него тогда мне, одна бабушка подошла, значит, плакала, там, вот, я только один раз к баптистам зашла, говорит, там, посидела книжечку, почитала, там, и все, так он узнал на исповеди, там, перед всем храмом, меня там, ну, кто в храме присутствовал, там, как бы, опозорил, и пообещал, что он на кладбище, значит, не похоронен, как собаку закопают за кладбищем, значит, там, как бы, вот, а у нее одна радость жизни была, значит, там, чтобы похоронили, как бы, по-человечески, как бы, на этом кладбище, а он там кладбище приватизировал, как бы, значит, и, как бы, вот, никуда, там, епитемию делают, прочее. Ну, так вот, я спросил, когда емангельцы христиан, там, удмуртских этих, как, значит, там, в общем-то, с этим батюшкой. И знаете, что они сказали? Батюшка изменился, говорит. Вообще, как бабки сводили, говорит, вообще. Не ругается, говорит, значит, там, значит, здоровается, приветствуется. В кои-то веки начал здороваться, приветствоваться, говорит, значит, там. И даже, говорит, удивил народ. А там, знаете ли, это поселок, ну, как у вас, наверное, вот. Ну, небольшой. Я, ну, как бы знаю, что там он тоже такой небольшой совсем городок. И, значит, и там, ну, как в небольшом городке, да, все знают более или менее так друг друга, да? Вот, значит, и интересно там, и поэтому слухи очень быстро распространяются по таким городкам. Молва. Ну, язычники же, да, языки вот такие, и как бы быстро расходятся все. И интересно, там, значит, было такое, было происшествие. Во всем этом городке это сразу узнали. В храме, значит, батюшка услышал, значит, что, значит, там одна из бабушек опять завела там разговор там какой-то среди, ну, за ящиком там. Вот там баптисты какие-то, сатанисты понаехали там, непонятно что. Вот. А он как ряфнул, он бывший военный вообще, типа, лежать там, отжаться или что-то там сказал там, разговорчики в строю, значит, там. Значит, и сказал, что вам нужно еще у них учиться верить в Бога, говорит. Вот это да. Бабушки были в шоке. Вот это да. А что произошло? Он, значит, задумался, получается. Это очень хорошо. Вообще, это очень важно, чтобы и священники были спасены. Потому что, каков поп, таков приход. Каков поп, таков приход. Если, и еще у Даля, в поговорках русского народа написано, что если поп молится сидя, прихожане молятся лежа. И, ну, и еще по-другому говоря, что положено попу, то не положено диакону. Вот. И, конечно, если священники, да, ну, как по-старому попы, будут возрожденными, будут спасенными, то и их паства, она будет спасенной. Слава Иисусу! И прошу ваших молитв об этом. Мы будем молиться об этом, конечно же, тоже. И тоже братьям я попрошу братьев молиться за Днепропетровскую область, за сам город Днепропетровск даже. Кстати, забыл сразу передать привет. Передаю привет с Молдовы. Буквально, вот прямо перед служением, перед тем, как сюда прийти, звонил как раз отец Иван Артыни, он священник из Кишинева. И, в общем-то, передавал большой привет. Тоже разные события происходят, и хорошие, и не очень хорошие. Но интересно, что еще одна церковь появляется у нас, еще рождается только еще. Еще не родилась, но рождается еще. Уже не в самом Кишиневе, а там в стороне чуть от Кишинева. Километров 50, наверное. Значит, может больше. И вот, и что интересно, еще из хороших событий, вот там в Кишиневе, там был один иеромонах, ну, священник, который очень сильно не любил ни меня, ни там вообще реформацию православной церкви, и считал это все ересью, и очень много ругался. Он, значит, там много даже публиковался, печатал статьи там, ну, на молдавском языке, значит, статьи в основном были, против как раз вот нашей там церкви, нашего там отца Ивана заклевывал. И, в общем-то, как бы имя там доставалось тоже на орехи. Значит, и, ну, словесно, слава Богу. И вот, и так получилось, что сейчас он уехал, как бы этот главный гонитель, или один из главных гонителей реформации там, уехал из Кишинева, и уехал там, ну, со скандалом. Вот, но это все во благо получилось, для него самого даже. Теперь он задумался, и теперь уже, вот, он, самое интересное, этот, этот ярмонах, теперь он, ну, говорит, ягод не во всем, но во многом ягод зажировал его, говорит. Представьте, из ярого противника, из того, кто гнал, значит, писал там такие гадости, всякие публикации были такие, вот, публиковался и в церковной, и в светской прессе, там, это все сектанты, это раскольники там какие-то. А теперь, говорит, ну, не во всем, говорит, еще, говорит, но во многом ягод его сторонник, говорит. Вот это да. Слава Богу. Это хорошая новость. Да. И в Эстонии, в Таллине тоже проводил семинар, и там пришел местный эстонский священник православный, и он сидел в первом ряду, ну, он был без рясы, ну, было видно, что батюшка. Мне потом объяснили тоже местные организаторы, что вот пришел местный батюшка, он здесь в Таллине живет, значит, служит, и, значит, ну, он больше не был на других частях семинара не был, только на первой части семинара, и было видно, что он, ну, ему не нравилось то, что я рассказываю, ну, как бы, ну, как бы, я ж не тот, что всем нравится, знаете ли, и как бы, ну, ладно. И, ну, он воспитанный такой человек, знаете, эстонцы, они очень такие своеобразные люди, очень такие степенные, такие важные, такие, и он, как бы, как говорят, горячие эстонские парни, да, вот, и он до конца досидел, очень спокойно все, и потом ушел. И вот, оказывается, что он взял эти записи этого семинара, их много раз прослушал, и потом мы созвонились, ну, он созвонился, он позвонил мне, спустя там, ну, не год, но около того, где-то, может быть, месяца 8-9, я не знаю, прошло уже после поездки в Таллинн, он звонил мне и говорил, представляете, ну, это я, там, священник из Талина, они так говорят, брат Сталина, не, брат Сталина, брат Сталина, это брат Иосифа Джугашвили, да, а брат Сталина, это, значит, это оттуда, с Эстонии. И вот, значит, он объяснил, что он, значит, был на семинаре моем, говорю, хорошо, а потом он говорит, ну, мне не понравилось то, что вы рассказывали, говорю, хорошо, как бы, ну, как бы, я же не заставляю, и потом говорит, ну, кое-что понравилось, а что понравилось? Его, оказывается, зацепило, что, вот, как бы, самое интересное, не из Библии цитаты мои некоторые, не там, не что-то еще, а его зацепил один старый, еще советский анекдот, знаете ли, как бы я его привел в пример, этот анекдот, значит, как иллюстрацию, ну, как, неканоническая притча, что ли, ну, старый еще, за него еще раньше там сажали, значит, хотя он такой безобидный, сейчас думаю, за что сажали, непонятно, как бы, ну, там, три года дали одному мужику, автору, как считается, составителю этого анекдота, значит, он безобидный, это анекдот еще 70-х годов, значит, там, как бы, я еще в школу ходил, значит, и, когда, значит, один рабочий на производстве что-то придумал там, какое-то изобретение на заводе где-то, и, как бы, и хочет, значит, надо подавать на, как бы, наверх это изобретение, и вот начальник смены там говорит, слушай, там, цеха начальник, вот надо, вот, в соавторы меня записать тоже, потом, и меня тоже, и меня там, начальник там завода, директор завода, значит, там, обком, правком, все там записались, короче, в соавторы, потому что, значит, ну, наверх будем подавать это все изобретение, и, как бы, для солидности, как бы, Пока до Москвы дошло, там уже столько соавторов было, что в Москве сказали, ну как бы слишком много соавторов, надо хотя бы одного сократить. Ну и кого сократили? Ну конечно рабочего сократили. Вот и все, весь анекдот. За что три года дали мужику, я не знаю. Вот сейчас это даже не очень смешно, анекдот. Вот мы тогда ржали. И вот даже чувство юмора меняется у людей. И что интересно, вот я рассказал этот анекдот и говорил, что вот как раньше высмеивали вот эту систему, но я объяснил, что мы так же поступили с Иисусом. В начале дописали много всего, а потом самого Иисуса и сократили как бы. И без него обходимся. А ведь сегодня мы должны вернуться обратно к изначальному, к тому, к автору, к нашему спасителю. Ну так вот, этого эстонского священника это зацепило. Самое интересное, именно это его как бы зацепило внутри где-то. И он семинар прослушал, просмотрел, и он сказал, что ягод теперь не во всем, но во многом ваш сторонний говорит. Вот это, да, думаю, здорово, интересно. А потом говорит, ягод сделал еще копии много, говорит, если вы не против, я только за, наоборот. И уже разослал там по священникам по Эстонии, Латвии, Литве, священникам православным с письмом сопроводительным, что вот братья, отцы честные, посмотрите, пожалуйста, послушайте. Вот приезжал такой-такой-то к нам в Таллинн, и в этом ничего нет здравого или все-таки что-то есть здравое. Как вы думаете, напишите свои, как бы, там, рецензии, там, ну, как бы, ответы какие-то, допустим, вопросы. Вот. Пока ничего не было, говорит, ни одного ответа не было. Но, говорит, я знаю, что они смотрят и слушают, говорит. Это сто процентов. Поповское радио сообщает, да. Слава Богу. Да. Слава Богу, друзья мои. И, конечно, человек, который не знает пути спасения, не возрожден и не знает пути спасения, и не может просто и ясно указать на именно спасение людям, он не имеет морального права выходить за кафедру, на амвон, там, на солью, там, на сцену, то есть, как бы, быть лидером, потому что иначе получается, что он расписывается в своей слепоте. Но есть, на самом деле, и зрячие священники, есть зрячие служители. И скажу, что это великое благо. Чем больше будет прозревших священников, тем лучше будет всему народу. Слава Иисусу. Потому что время начаться с Дома Божьего. Аминь. И, возлюбленные братья, сестры, скажу, что вот завтра праздник, да, в Украине он тоже ведь праздник, да, ведь выходной, день победы. И, конечно, вот я как вчера говорил, так и сегодня скажу, что вспоминаем победу над Германией, над фашизмом, над фашистской Германией, да, будем так говорить, над фашизмом. Но, значит, есть победа нашего Господа больше, чем победа над фашизмом или чем-то еще, это победа над грехом, победа над дьяволом. И, кстати, я завтра в Днепропетровске хочу именно проповедовать победа Господа нашего Иисуса Христа. День победы Христа. Так вот назвал проповедь завтрашняя этого. И знаете, друзья, потому что хочу об этом говорить. И вот когда мы старую хронику видели, вот, может, кто вчера, кто сегодня, может, посмотрит еще завтра, посмотрит старую, эти кадры, парад победы тот самый, да, значит, и там что показывают? Вот этих пораженцев, да, вот бредут эти серые такие, ну, как бы, коломны, да, вот этих, ну, тех, кто хотел пройти парадом победы, как бы, да, но оказался в позоре, да, в поражении. Они идут, их ведут, потом показывают, их знамена бросают, знаете ли, значит, сжигают, там, значит, уничтожают их знамена, их гордость, как бы, да, значит, посрамляют. Потом идет парад победы, там все, там, в орденах, там, в медалях, значит, там все, там, есть офицеры, там, генералы, там, значит, там, раньше еще были такие вот эти вот отметочки о ранениях, да, сейчас-то их нету, а вот раньше они были. Тяжелые ранения, допустим, да, легкие ранения, и, значит, тоже отмечены все эти, ну, солдаты, офицеры. И все чистые, потянутые, приготовленные к этому параду Потом выезжают, принимают парад Генералы, маршалы, маршалы Знаете, что интересно? Вот такое пришло мне однажды сравнение Когда смотрел в очередной раз это все Думаю, стоп, а ведь на небесах будет так же Только еще больше, еще лучше, намного лучше Будет парад победы однажды Великий парад победы Друзья, это великое, великое благо Не дай бог, знаете ли, кому-то оказаться Вот в тех вот серых шеренгах этих вот пораженцев Знаете ли, которые просто, ну, оказались не по ту сторону баррикады Не там, не в нужном месте, не в нужной части Вообще, как бы, отступники и грешники Это страшно, конечно Не дай бог, говорю, конечно, увидеть кого-то из своих родных, близких людей В этом параде срама, как бы Да, вот еще параде поражения И, конечно, бог отрет всякую слезу с наших очей Конечно, он утешит всех Даже тех, кто увидит самых родных и близких людей В этом страшном параде пораженцев По идее, дьяволу и его бесам ад приготовлен Не людям Изначально было не так Не запланировано было, чтобы, значит, люди туда пошли В преисподненное уничтожение Вначале для дьявола и для бесов Но так получилось, что очень многие души Обманутые дьяволом, обманутые этими бесами Они тоже присоединяются к этому страшному параду поражения Это ужасно, друзья Но потом вся гордость дьявола будет посрамлена Все его знамена, все его там эти стяги Все его вот эти вот, знаете, вот То, чем он сейчас хвалится Это все будет сожжено, все будет просто уничтожено А потом великий парад Великий парад победителей Потому что побеждающий наследует все Проигравший ничего Побеждающий все И представьте, там будут медали Там будут ордена Там будут, да, отметки у кого-то о ранениях, может быть, да О падениях, там еще что-то, я не знаю А может быть, только лишь одни ордена и медали За взятие соленого За пробуждение в Днепропетровщине Аминь За, значит, там, победу, значит, там Ну, как бы, всякие ордена, да За отвагу, там, значит, орден, там, значит Там пастора, там, первой степени, там, второй степени Там, как бы, значит, да, лидер То есть, короче, будут разные наверняка медали, ордена Значит, да, и мы там будем видеть О, надо же, вот это, орден Вот это Это за Прагу Брал Прагу А это за соленое А это за что-то еще, там, значит, да За Днепропетровск И знаете, самая прекрасная награда, это видеть наших братьев вместе с нами, самая прекрасная награда, видеть живых, знаете ли, видеть тех, которые дошли, тех, кто победили, тех, кто, да, страдали, да, было тяжело, но они рядом с нами, они сейчас живы, они с нами, они победители. Это самая большая награда, друзья. Конечно, будут генералы веры, какие-то маршалы веры, какие-то там божьи генералы, так что уже некуда, уже там ангелы в шоке, куда же цеплять награду-то, вроде уже некуда, уже вся грудь в орденах, уже в медалях, вот, как бы, но при всем при этом есть генералиссимус, ну тогда был не очень хороший генералиссимус, а у нас очень хороший генералиссимус, Иисус Христос. У нас очень хороший генералиссимус, и он, да, он, конечно, знаете ли, не на машине, он как ковбой, он на коне, он будет на коне, значит, на белом коне, значит, и он будет принимать парад победы, да, и он будет принимать и все маршалы, все генералы, все солдаты, офицеры. По сути, мы все солдаты одной армии. У нас одна победа, и за сыной не постоим. Каждый на своем месте выполняет разную работу, да. И как вот, знаете ли, однажды меня пригласили в Киеве в одну церковь, там пастор, он же генерал в отставке, генерал-лейтенант. Это Валуев Геннадий Макарович. Церковь, как называется, Филадельфия. Братско-сестринская любовь Филадельфия. Центр евангелизации еще называется Филадельфия. И этот пастор, он сам иногда на служениях выходит, ну, в генеральском, в своем этом мундире, там, с лампасами, как положено, значит, там, да, там даже неверующие по стойке смирно стоят, да, значит, на покаяние вызывают, значит, там, как бы, значит, люди выходят. И у него на праздниках многие ветераны, многие, значит, и действующие офицеры, значит, с женами, с детьми, значит, приходят, значит, на служение, там, и они, там, во всей этой форме своей военной, там, с генштаба есть, значит, в Киеве, значит, там, как бы, не просто даже такие обычные офицеры, а такие ответственные очень офицеры, как бы, на таких важных постах находящиеся, и, значит, на молитве вместе. И вот, и там, как раз, это было под праздник, меня пригласили поделиться Словом Божьим, и очень интересно было смотреть, там были офицеры, значит, там, и военно-воздушные силы, значит, там, и пограничники, там были, то есть, очень разные были офицеры, и там еще один, еще один был генерал, тоже пастор в церкви, тоже генерал-лейтенант, значит, в отставке, значит, и, и я проповедовал, я говорю, смотрите, говорю, вот, обратите внимание на зал, говорю, вот, друг на друга, вы разные офицеры здесь, очень разных родов войск, но у вас разные задачи порой, да, разные родов войск, разные стратегии, но одна цель, одна победа, одна победа, и знаете ли, и в церкви очень много разных есть, я не говорю, что вся церковь, они все хороши, но в каждой динаминации, в каждой конфессии, Бог дает какую-то стратегию определенную, Аминь, знаете ли, вот новое поколение, это, не знаю, это может как спецназ во Христе Иисусе, это, кстати, Ледяев говорил сам, Алексей это говорил, это как спецназ во Христе Иисусе, где здесь бес, ну-ка там как бы разберемся, где там что-то еще, я не знаю, кто-то там, какие-то нужны тыловики, скажем, эта церковь, она как тормоз может быть, но с другой стороны, и без тормозов, знаете ли, тоже как бы машина хорошая, но как бы, но нужны тормоза, вот, и в церкви, и в божьем и тормоз тоже пригодится, вот, значит, и где-то, допустим, даже Никодимы тоже нужны какие-то, знаете ли, даже какие-то Никодимы тоже пригодятся, знаете ли, один ширлиц в ставке верховного командующего сделает больше, чем целая армия на поле сражения, знаете ли, вот, или один там добрый дедушка, значит, знаете ли, как бы, не Мазай, как его звали-то, который завел-то поляков там, как? А, Сусанин, о, как же я забыл, Мазай говорит, дедушка, Иван Сусанин, да, кстати, я был на его родине, на родине Ивана Сусанина, там, правда, местные люди эту легенду, не легенду, этот рассказ по-другому рассказывают, там якобы, что он, ну, забудился там, по-другому как бы, вот, а на самом деле там все пьяные, значит, ну, может, просто злые языки-то говорят, не знаю, но, короче, там пропало войско, и проводник вместе с ними пропал, это достоверно известно. А что там было, дело темное, как бы, история умалчивает. По крайней мере, из леса никто не вернулся, все ушли, из леса никого. Когда спросили, куда-то завел нас Сусанин герой, он сказал, ребята, я сам здесь впервой. Ну, и поплатился жизнью своей. Ну, а поляки забыли хлебушек крошить хотя бы, как Гензель и Гретта. Но, одним словом, значит, вот даже такие проводники тоже нужны, как, все-таки, знаете ли. Вот, но скажу, конечно, победа одна. И каждый из нас, допустим, в своем участке фронта, сидя в окопе, порой не видит всей картины, знаете, этого большого сражения. И эти карты никто не знает. И дьявол только лишь мечтает взглянуть глазком хотя бы на эту карту вообще. Но эта карта, она в ставке у нашего генералиссимуса. Он видит всю эту карту. Он знает, что в окопах там мы сидим где-то, да, мы где-то там еще что-то там работаем, да, трудимся. Но каждый спасенный грешник, каждый исцеленный больной, каждый освобожденный от бесов человек, это еще на пять земли отвоеванную царство тьмы, перешедшее в царство света. Это еще одна победа, маленькая победа. И из таких маленьких побед большая победа состоит. Слава Иисусу Христу! Поэтому, о вы, напоминающие о Господе, не умолкайте. Несите слово Божье. Больных исцеляйте. Бесов изгоняйте. Руки возлагайте на больных, и пусть они будут здоровы. Помазывайте их елеем, значит, говорите им слово Божье. И отвоевывайте в соленом множество душ у царства тьмы. Слава Богу! У алкоголизма, у наркомании, у этого, как бы, оккультизма там. Я слышал вчера, допустим, что у вас, значит, это, как бы, за просто так вообще, значит, пошаманить, что-то там поколдовать. Вот, значит, но, вообще, это очень популярно во многих регионах. Но пусть у этого беса, у этих бесов, у этого дьявола здесь все меньше и меньше будет вот этой земли. Пусть даже сама земля горит у него под ногами. Но пусть эта земля будет в царстве Божьем. Это Божья мечта. Это Божья стратегия. Слава Иисусу! Слава Иисусу! Друзья мои! И со своей стороны, я скажу так, у нас, в нашей церкви, допустим, если брать украинскую реформаторскую православную церковь, у нас своя стратегия есть. Свои планы определенные. Бог дает какие-то ведения, какую-то стратегию. И скажу, что молите за нас. Мы будем молиться за вас. Вообще, за новое поколение молюсь, это сто процентов. Потому что для меня это не чужая церковь, это моя церковь. Потому что пастор Алексей Ледяев один из тех, кто меня рукоплагал, тоже благоставлял меня на служение, мое сегодняшнее, нынешнее, мое служение, как реформатора. Слава Богу! Поэтому в Риге я с удовольствием у него тоже был и проповедовал там. И вот собираюсь еще раз посетить Ригу. И мне очень нравится Рига. Мой отец уродом из Риги, кстати. И очень люблю этот город. И пастор Алексей вообще человек очень творческий. И, знаете ли, я был очень сильно вдохновлен, когда вот на моих глазах в течение, на протяжении дня, даже полудня рождалась песня. Вечером была уже песня, уже готова уже. Прямо на глазах. Я удивлен был. То есть, как бы, вот эти мюзиклы мы там слышим, там, допустим, потрясающие песни прекрасные. Я думаю, когда же он успевает писать? А вот так вот. Пока там Ольга чебурек эти жарила, там манты варила какие-то. Он раз вот ту-ту-ту-ту. Вот это да. Уже песня рождается. Пришли там братья, пообсудили, помолились. Песня уже оформилась уже. Все, здорово. Вот это да, думаю. Да чтоб я так жил. И так творил. Творчески так. Да, так что, слава Богу. А вот эти песни, я думаю, что даже за одну эту песню, сын мой, я долго так ждал. Вот такой орден я бы повесил бы, Алексей. Вот большой орден какой-то. Орденище целый, знаете ли. Вот, и потому что есть прекрасные такие шедевры, которые, знаете ли, вот, как вот, допустим, о благодать спасен тобой, да. Вот этот псалом. О, благодать спасен тобой, я из пучины бед, был мертв, но чудом я живой. Был слеп, но вижу свет. Аминь. Аминь. Господь да благоставит нас, всех собравшихся. Дорогие друзья, у кого есть знакомые друзья в Днепропетровске, завтра приглашайте на служение. И пусть Господь благоставит. Я уезжаю, потом говорю, в Прагу. Будем молиться в Чехии за вас. Будем молиться за Соленое. Будем молиться за Днепропетровщину. Но я верю, что здесь Господь призовет много служителей. Мы нуждаемся в этих тоже служителях. И новое поколение, и реформатовская православная церковь, другие церкви нуждаются сейчас в делателях. Потому что жатвы как никогда много, делателей как никогда мало. Но Господь, Господин жатвы, хозяин виноградника, сегодня это призовет своих делателей к великому труду. Слава Иисусу. Дорогие друзья, я благоставлю вас стихами из Библии опять. То, что я вчера пел, это благоставение. Я очень люблю это благоставение. И пусть, знаете, друзья, чем хочу завершить. Пусть, вот все, кто были вчера, сегодня, пусть Бог совершит чудо какое-то. Пусть никто из нас не останется за бортом спасительного ковчега. Пусть никто из нас не окажется опоздавшим. Когда уже будет поздно барабанить в двери. Как вот тогда, при Великом потопе, который произошел однажды, когда земля была покрыта водою, когда бездна открыта была, когда вода пребывала, пребывала, и люди гибли, гибли. Не только люди, все и животные, все погибало. Только лишь одна семья спаслась в ковчеге. Ной был праведен пред Богом, и он построил ковчег. И на этом ковчеге была его семья, его жена, его дети. И животных было много, конечно, как мы говорим, да, каждая тварь по паре, животные были там, и люди были спасены. Так вот, как тогда был ковчег, и вне этого ковчега нельзя было спастись, так сегодня это Иисус Христос. Сегодня это Церковь Иисуса Христа. Сегодня это Царство Божье. Это Сам Иисус Господь, Иисус Спаситель. И Он же есть дверь в этот ковчег. Он есть дверь, в которую мы входим, и выходим, и пашить находим. То есть мы когда заходим, у нас, надо же, а у нас еще есть возможность говорить людям, приглашать их сюда, в ковчег, в Царство Божье. Удивительно, да? И скажу, что как тогда, когда закрылась дверь ковчега, то бесполезно было барабанить двери. Потому что не Ной закрыл эту дверь, а Сам Бог закрыл. Мы знаем, что однажды время закончится. Однажды благодать прекратится. Время благодати закончится. Это страшное время, друзья мои. Не дай Боже. Я не знаю, кто из вас как верит, но я верю, допустим, так. Ну, это тоже в согласии со Словом Божьим. И моя вера тоже обосновывается Словом Божьим. Что будет восхищение Церкви. Об этом в Библии очень интересно говорится. Пригласе Архангела и Трубе Божьей, Господь придет, значит, и мертвым во Христе воскресен прежде. Потом и мы, оставшиеся в пришествии Господни, будем восхищены в встретении Господа на воздухе. И так всегда с Господом будем. Интересное событие. Трудно это представить, в общем-то. Хотя вот в прошлом году сняли фильм, но его на русском языке пока еще нет. Называется «Иерусалим. Обратный отчет». По книге, по бестселлеру Джона Хейге, вот этого баптистского пастора из Техаса. Вот я вчера говорил, что большое собрание намеревается провести он как раз в этом году, в июле месяце. Огромнейшее собрание, под миллион человек. И на сегодняшний день уже сотни миллионов христиан, сотни тысяч, извиняюсь, христиан подали заявки участия в этом служении грандиозном, молитвенном служении огромном. Так вот, и... Если что, в Яндексе везде можно просто спросить «Христиане за Израиль» или «Пастор Джон Хейге». И там открывается. Так вот, он написал книги некоторые, которые стали бестселлерами. Еще тогда, в 70-е годы, по ним сняты книги, по ним сняты фильмы «Как вор в ночи и грянул гром». Помните старые эти фильмы, да? Это вот снято по его, как раз этим книгам. Интересно очень. И, конечно, хочется, чтобы все были в царстве. Чтобы как можно больше людей. А почему нам это хочется? Потому что Бог этого хочет. Потому что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. И чтобы все люди спаслись и достигли познания истины, Бог приготовил все. А что все? Ибо един Бог и един посредник между Богом и человеками. Человек Христос и Иисус, предавший себя для искупления всех. Иисус Христос. Над Соленым нет высшей имени. Над Днепропетровщиной нет высшей имени. Над Украиной нет высшей имени. Над всей планетой нет высшей имени, чем Иисус Христос. Аминь. Давайте будем верить всем сердцем Ему. Доверять всем сердцем Ему. Жить с Ним. И добро пожаловать на великий и грандиозный парад победы. И побеждающий наследует все. Пусть каждый из нас на этом грандиозном параде победы будет с орденами и медалями. Но не для своей славы. Не чтобы мы ходили друг перед другом с орденами, но чтобы мы венцы свои сложили пред Ним и сказали, Господь, Тебе вся слава. Ты достойный всей хвалы. Аминь. Аминь. Кто не убоится, не прославит Тебя, ибо Ты един свят. Все народы поклонятся пред Тобой, ибо Ты един свят. Свят, 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 Ты един свят. Свят, 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 Господь, Бог всемогущий. Свят, 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 Ты, Господь, Бог наш. Благостави собравшихся всех нас здесь под Твоим святым покровом. Как птица птенцов Ты собрал нас вместе. Как отец своих детей, сыновей и дочерей. Я прошу Тебя, благостави сейчас нас собравшихся здесь. Благостави соленое. Благостави, Господь, Днепропетровщину. Обрати свое лицо сегодня, Господь, этим вечером вновь. И посети, Господь, виноградник, насажденный Твоей рукой. Благостави всех любящих Тебя и Тебя боящихся, Боже, и в этом городе, в Днепропетровской области, во имя Иисуса Христа, христиан разных динаминаций, разных конфессий, разных церквей, но любящих Тебя и Иисуса Христа, Спасителя Господа нашего, Боже, призывающего от всего сердца. Благослови. Отец, благослови, Господь, сейчас в этом пении, в этом благословении каждого из них и собравшихся здесь, кого Ты привлек сегодня на это собрание, на это богослужение. Благослови. И пусть на великом параде победы в Царстве Твоем Небесном, Боже, каждый из нас будет с орденами и медалями, Господь. Боже, пусть не будут среди нас те, кто отступили от Тебя, отступят от Тебя. Боже, если даже и падают, пусть братья и сестры восстанавливаются, Господь, не лежат в грязи, но поднимаются, потому что наша судьба – это небо. Боже, благослови. Боже, помилуй. Да благословит Тебя, Господь, и сохранит Тебя. Да призрит на Тебя, Господь, светлым лицом Своим и помилуй Тебя. Да обратит Господь лицо свое на Тебя и даст Тебе мир. Йеб-рехе-ка-донои и изм-р-р-р-ка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И пусть Господь Каждый Из тех, кто начал этот блаженный Путь спасения Совершит его в своей жизни Дойдет до конца До Царства Твоего, Боже Во имя Иисуса, я прошу Тебя, Господь За тех, кто познал Тебя, но осуетился Где сорняки поросли Уже Бог Или даже за тех, кто оказался уже возле свиного корыта Боже, но вспомнит Пусть Господь, братья и сестры Пусть вспомнит Господь, что не для свиного корыта Не для сорняков Нас Ты создал Но для Царства Твоего, Господь Чтобы быть в Доме Отца Бог, выйди навстречу Нашим друзьям Дай им перстень, дай им хорошую одежду Господь И дай нам возрадоваться Господь Вместе с нашими братьями и сестрами Божиим В Доме Отца Благостови нас, Господь Во имя Иисуса Христа Аминь 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 Аплодисменты Иисусу